Привет всем! Привет, братья и сестры! Шалом! Аслам алейкум и намасте! В этом уроке мы с вами обсудим несколько последних мировых новостей. Взаправдочные, конечно же, связанные с НЛО, с инопланетянами, которые окружили нашу Землю. Это то, о чем нам рассказали люди в правительстве под присягой в Соединенных Штатах Америки. А это именно то, что те самые люди в дуэте с масонами спланировали еще несколько десятков лет назад. Точно так же, как эпидемии, теракты, войны, финансовые кризисы, фальсификацию человеческой истории и прочие мировые обманы, такие как, например, хорошо проплаченная история, что человечество произошло от обезьян, которое до сих пор по сей день переподается в высших учебных заведениях и образовательных центрах. Во что отнюдь не маленький процент населения земного шара безоговорочно верит. И это все помимо того, что половина населения земного шара и так уверена в том, что человечество, проживающее на планете Земля, захвачено ящерами. В общем, если у вас появится желание узнать о том, как мировое правительство юзает всех нас, что называется и в хвост, и в гриву, обращаясь с нами как с недоразвитыми обезьянами, вы можете пройти в плейлист «Мировые обманы», где я для вас подготовил несколько уроков с фактами, документами, исследованиями и прочими всевозможными доказательствами. И сегодняшний урок пополнит эту копилку «Мировых обманов», но на сей раз связанных с гуманоидами. Ведическая литература говорит о существовании других миров, других вселенных, других цивилизаций. Наша вселенная покрыта восьмью оболочками. И за этими восьмью оболочками находятся планеты духовного мира. И духовный мир во много крат превышает весь материальный мир со всеми его планетами. Материальный мир очень маленький, сравнивается с горчичным зернышком на голове. Вот если взять горчичное зернышко, то весь материальный мир с его мириадами вот этих вселенных, он как горчичное зернышко на голову, если поместить. Все остальное – это духовное творение. Дело в том, что, как мы будем говорить, этот мир периодически создается и уничтожается. Мы знаем, что и в Библии Коран говорит о семи этапа творения. То описание творения, процесса творения вселенной, которое преподносится в Шимад-Бхагаватам, оно не отрицает ни в коем случае те данные, которые есть в Библии и в Коране, но оно дополняет, обобщает их, дает более целостную картину. Обо всем этом говорится, да? Так же, как и Библия говорит об этом. Библия говорит о существовании других вселенных, цивилизаций и миров. В доме Отца моего обителей много. Да, то есть вы понимаете, когда Иисус Христос говорит о обителях Отца, речь не идет о спальных комнатах одного дома. Речь идет как раз-таки о других вселенных, других планетах. Но они никто не могут прилететь и захватить наш мир, потому что Бог его охраняет. Мы дети Божьи. Это невозможно сделать. Великий обман человечества, сфальсифицированный определенными системами, великий обман. Но гонка эти космические войны или звездные, что есть некие пришельцы, ну что нужна определенная политика и так далее. То есть все это существует. И это предсказано точно так же, что это будет, и мы видим, что это происходит. И мы становимся частью этого такого большого цирка, огромного цирка. Но вначале, как обычно, я вас хочу привести по хронологии того, каким образом появился сегодняшний урок. Как я уже говорил неоднократно, то что Отец Небесный моими руками дотрагивается сейчас до вас, до всех, до всех, до вас. Но в частности он дотрагивается до людей, которые преподают священное писание, имена которых я вам периодически даю в моих уроках. Чтобы, не дай Бог, не попасть на каналы Антихриста, которые читают Библию. Например, канал АллатРа. То есть это секта, которая уже долгое время созывает человечество и рассказывает ему о инопланетянах, об аннунаках, о ящерах и прочем всем, используя имя Иисуса Христа. То есть АллатРа – это секта. И таких каналов, как АллатРа, как вы понимаете, в наше время миллион. Но канал сложных текстов нет. Новое имя Иешева. Некоторые из этих каналов я вам давал без всяких дополнительных комментариев. А некоторые я вам даю только потому, что Отец Небесный говорит мне передать, сказать о них вам. Но в то же самое время я говорю проблему этого канала. Например, канал «Сложных текстов нет». Я вам его давал постоянно без всяких дополнительных комментариев о том, что Отец Небесный сказал вам слушать его. Канал «Сложных текстов нет». Например, он открывает с вами Библию и начинает толковать, читать, что там написано. А вот, например, канал «Экзегет» я вам всегда рекомендую с одной поправочкой. Если вы закрываете глаза на иконы и о том, что они призывают к православию. Потому что православие – это не Бог. Но и там есть наши люди, дети Божьи. Поэтому, когда вы начинаете слушать «Экзегет», закрываете глаза на то, что они говорят о православии. То есть, берем информацию, только связанную с Библией. То есть, они только по Библии говорят. В этом их плюс. То есть, они не дают ничего другого, кроме того, о чем сказано в Библии. Строго читая с вами Библию. Поэтому этот канал можно и нужно слушать. Если вы привыкли к этому каналу, и моя подача вас не устраивает, например. Также, например, с уроками Каббала и устройства Земли я вас познакомил с таким человеком, как Саша Цур. Который знает Тору, да, он ее читает и переводит вам то, что сказано на иврите. Да, это то, чего, например, я делать не могу, так как я не знаю иврит. Да, то есть, Отец Небесный мне открывает притчи, которые прописаны в Библии. Да, и также, хотя я не знаю арабские, именно поэтому я не зачитываю вам Коран. Да, то есть, я открыл только метафоры для мусульман, которые… Что означают метафоры, о которых было написано в 14 веках как? То есть, то же самое происходит с ведической литературой, да. А Отец Небесный пояснил мне, каким образом вообще ведическая литература связана с аврамическими религиями, и что в ведической литературе, грубо скажем, сказано обо мне, да, аватар Калки. Чтобы понять, о чем я говорю, посмотрите урок Калки. Да, и вот, например, весной 2023 года, в начале весны 2023 года выходит урок под названием «Меч уст», в котором я с вами обсуждаю несколько библейских каналов, христианских каналов, а точнее будет сказать, нескольких спикеров этих каналов, да, с которыми Отец Небесный сговорил задолго до меня и открыл им множество истин. Но в какой-то момент, по какой-то причине они повернули не в ту сторону, да, и, соответственно, они пошли в этом направлении. И моя задача как посланника, Отец Небесный мне сказал, да, что до преподавателей я дотрагиваюсь с целью, я с ними с каждым контактировал, я напоминаю, да. И моя задача была их поправить, да, сказать, что вы не правы вот в этом. У вас тысячи подписчиков, но вы пошли не туда, да. Соответственно, чем эти дебаты закончились, вы можете посмотреть в уроке «Меч уст». И к чему я вам рассказал всё это? К тому, что до них Отец Небесный, да, с помощью меня дотрагивается с одной целью, до вас с помощью моих уроков с другой целью. Но суть одна. Сейчас идёт, как я уже говорил неоднократно, да, проверка верующих. Отец Небесный говорит со всеми. Ну, сейчас настал тот период, да, время великой скорби. Он проверяет вас на доверие, потому что у нас у всех свобода выбора. Сейчас начался тест человечества, да, в котором он проверяет, а поверите ли вы в то, о чём говорит Священное Писание. Именно поэтому я напоминаю ещё раз, и напоминаю это в каждом, говорю об этом в каждом уроке, то, что Священное Писание говорит неоднократно, да, и все Священное Писание всех аврамических религий. Также критическая литература говорит о посланнике в конце времён, да. Об этом вышло множество уроков, да, но на сегодняшний день, наверное, самый основной урок, где я подробно рассказываю о том, что Священное Писание говорит об антихристе, да, и все религии говорят об антихристе, но они также говорят о посланном от Господа Бога, чтобы возвестить человечеству о конце времён. Поэтому на эту тему вышел один из самых основных уроков на сегодняшний день – это «Сын погибели», где я с вами подробно, открыв Священное Писание Библии, да, зачитываю и объясняю, кто и что есть антихрист, и по какой причине посланник – это я. Так вот, в сегодняшнем уроке мы возвращаемся к одному из рекомендованных мной каналов, неоднократно рекомендованных, это очень интересный канал, но там есть одна проблема, да, о которой я вам говорил, и она как раз-таки связана с сегодняшней саранчой, ну, саранчой нашего времени, да, потому что после урока, после выхода урока «Меч-Усть», естественно, я отсылаю этот урок Андрею, да, это мы сегодня говорим о канале «Новое имя Ешева», снова, да, потому что проблема была в том, этого канала проблема была в том, что он назвал ересью да великоскорбное восхищение церкви, да, которое случилось в начале 2022 года, об этом урок «Невеста», подробно там рассказываю, да. Мы, наше поколение, вот все, кто сейчас живет, да, кто вошел в этот период времени великой скорби, мы званные на брак Агонца, об этом есть отдельный урок «Брак Агонца», да, то есть церковь была восхищена, это умершие во Христе, и это произошло в 2022 году, поэтому на эту тему еще раз, да, повторяю, есть урок «Невеста», мы званные на брак Агонца, те, кто бегут этот марафон семилетний времени великой скорби, который начался с 2023 года и закончится в 2029 году. Вы понимаете, и книга Откровения 3 глава 10 текст ровно об этом и говорит, что Господь убережет нас, верующих, да, от годины искушения, нас живущих, там сказано, да, что Господь Бог убережет нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную, это речь о нас, кто живет сейчас, да. Так вот, помимо того, что канал «Новое имя Ешва», то есть Андрей, кто, собственно, спикер этого канала, помимо того, что он назвал ересью до великоскорбное восхищение церкви, это то, с чем Отец Небесный дотронулся до него моими руками, да, и сказал, что «Андрей, ты заблудился здесь, именно поэтому ты идешь не в правильном направлении, да, и у тебя прилетают инопланетяне», то есть канал, почему я сейчас говорю о нем, да, и почему это связь с Саранчой, вы сейчас поймете, но предысторию я закончу, да, потому что долгое время я не посещал его канал, да, и вот какое-то время назад в моей памяти всплыло это имя, и я решил зайти посмотреть, а что нового сделал Андрей. То есть первое видео, на которое я натыкаюсь, опять продолжает говорить об инопланетянах, да, которые, по его мнению, прописаны в девятой главе книги «Откровения». Мы поговорим о трубах последнего времени. На этой неделе произошло важное, знаковое событие. Впервые в истории в Конгрессе Соединенных Штатов Америки прошли открытое слушание об НЛО, о неопознанных летающих объектах. Вы наверняка видели эту информацию. Один из сотрудников, там не один, а трое их было, разведки США, было заявлено под присягой в слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что правительство США располагает внеземным биологическим материалом потерпевших крушение корабля, корабля, корабля или кораблей пришельцев. Вот эта информация и послужила появлению урока «Мировые обманы», который я выслал Андрею с одним лишь вопросом. И вопрос заключался в том, что, если вся наша человеческая история за последних пять тысяч лет это все блеф, фейк и фальсификация, благодаря тем людям, которые принимают присягу в правительстве и говорят нам то, что человечество произошло от обезьян, и мы живем на круглом голубом шарике в бесконечном молчащем космосе, а Луна отражает солнечный свет, и все семь миллиардов продолжают в это верить, то как вообще чему-либо можно доверять из сказанного этими людьми? И уж тем более об НЛО. Ответа от Андрея я так и не получил. Поэтому мы сейчас будем обсуждать, и я вам поясню, по какой причине речь идет не о инопланетянах. И в принципе, о инопланетянах Библия ничего не говорит. И говорить не может. Не у них речь во девятой главе книги Откровения. И я еще раз поясню, да, так как я говорю для всех, для аврамических религий и в том числе для ведов, которые говорят о том, что есть другие цивилизации, есть другие миры, есть другие вселенные. Но я еще раз поясняю, они никаким образом не могут к нам проникнуть. Они не могут захватить человечество. Все эти байки и истории про то, что ящеры захватили мир, речь идет о магии. Вы понимаете? То есть речь не идет о млекопитающих. Речь не идет о зеленых человечках, гуманоидах, да? Речь не об этом, да? То есть видическая литература говорит о существовании других миров, других вселенных, других цивилизаций. Обо всем этом говорится, да? Так же как и Библия говорит об этом. Библия говорит о существовании других вселенных, цивилизаций и миров. В доме Отца моего обителей много. И я иду приготовить место для вас. Я не сказал бы этого, не будь это так И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе Чтобы вы были там, где я Да, то есть вы понимаете, когда Иисус Христос говорит о обителях Отца Речь не идет о спальных комнатах одного дома Речь идет как раз-таки о других вселенных, других планетах Но они никто не могут прилететь и захватить наш мир Потому что Бог его охраняет Мы дети Божьи, это невозможно сделать И вот в этом вторая глобальная и большая ошибка, собственно, канала «Новое имя Иешуа» И я об этом говорю только потому, что я, собственно, рекомендую вам этот канал То есть в этом случае, в случае этого канала «Новое имя Иешуа» Там много интересных откровений Да, Отец Небесный открыл ему таких, которые мне не были открыты Но, слушай, этот канал вы должны закрывать глаза на то, что до Велика Скорбное Восхищение Церкви этой ереси и о инопланетянах Информация, да, может сразу закрывать этот урок И вот теперь, подводя итог всего этого Он говорит о том, что Андрей говорит о том, что инопланетяне захватят человечество Да, то есть здесь я еще раз напоминаю то, о чем я сказал в уроке «Лже Христос» Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы понять, на что способны эти технологии Следующее, что необходимо понять, это то, каким образом все человечество, весь земной шар Увидит и услышит это небесное шоу проекта «Blue Beam» Ни для кого не секрет, что наш технологический гений В кавычках «гений» Илон Маск запускает тысячи и десятки тысяч космических аппаратов в космос В сети показали, как выглядит Старлинк от Илона Маска вокруг Земли Дистанция между спутниками исчисляется сотнями километров Сейчас их на орбите около трех тысяч, а в планах запустить еще почти 40 тысяч таких спутников Как интересно, не правда ли? Для чего же он все это делает? Конечно же, для бесплатного интернета Они нам так и говорят Между тем, репетируя их звездное шоу, у всех на глазах И это я хочу заметить не только в Америке В России происходит все то же самое, все те же репетиции Только нам подается это под соусом НЛО На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен темный треугольный объект По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до полутора километров Некоторые говорят, что это было НЛО, подозрительно напоминающее имперский крейсер из «Звездных войн» Оно висело на высоте полтора километра в небе над российской столицей в течение нескольких часов На одном ролике объект заснят ночью из окна машины, а на другом, вот вы сейчас видите его, днем Оба видео о вторжении инопланетян, в кавычках, естественно, были сделаны любительными Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube Как написала по этому поводу британская Daily Telegraph, журналисты сообщили об НЛО Но никаких комментариев из официальных источников сделано не было Здесь нам сообщают о четвертой ступени этого проекта с целью мирового господства А именно появление неопознанных летающих объектов в крупнейших городах мира Что должно заставить поверить людей в то, что мы на пороге вторжения инопланетян Давайте почитаем новости, которые меня просто шокировали и удивили Оказывается, что вокруг нас сейчас огромное количество НЛО и внеземных объектов Читаем первую новость В США заявили об угрозе реальных НЛО, которые не связаны с шпионскими шарами Круто, не правда ли? А теперь хотите узнать, каким образом вся планета услышит этого лжи Христа в виде голограммы? Каждый на своем языке Нет догадок никаких? А ведь это и есть одна из причин, по которой людям вводились и будут вводиться вакцины против искусственно созданных вирусов Именно по этой причине я вам еще раз напоминаю то, что на эту тему говорит Писание Не придет Царствие Небесное приметным образом И никто не скажет, вон оно здесь или вон оно там Ибо Царство Небесное внутри вас И, как сказано в другом месте, Сын Человеческий должен умереть, чтобы вознестись Поэтому любое небесное шоу до окончания времени и великой скорби, которое наступит в 2029 году Будет являться фейком Да, то есть никаких инопланетян не будет Но будут люди, которые начнут сходить с ума Те, у которых начертание зверя А это те люди, которые занимались магией Которые не были с Богом, которые так и не успели найти Бога Которые следовали Созидательному обществу Сектам типа Аллатра, Виссарион, сект очень много Об этом мы с вами говорили в уроке секты Да, то есть все эти люди получили начертание зверя И имеют число 666 Вот эта вся история, связанная с магией Вот это и есть тот период, описанный с 3 по 12 стихи 9 главы книги Откровения И здесь важно отметить то, что разногласия данных каналов О до великоскорбном восхищении церкви Или после великоскорбного восхищения церкви Разногласия о третьем храме О том, когда придет антихрист И как он будет выглядеть Вопрос, касаемый двух пророков И труп семи ангелов апокалипсиса В принципе, как и все разногласия библейских пророчеств Я и был послан разрешить Что я, собственно, и демонстрирую на своем канале из урока в урок Касаемо как священного писания Библия Так и священного писания Коран Как посланник Божий О котором неоднократно упоминает священное писание Библия Как, впрочем, и все священные писания аврамических религий И ведическая литература И хотя сам Иисус Христос неоднократно говорил о посланнике Истинно вам говорю Принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня А принимающий меня Принимает пославшего меня По какой-то непонятной мне причине В христианстве все тексты, связанные с одним посланником В конце времен Все преподаватели священного писания Библии Каким-то образом умудряются толковать себе эти тексты Не связывая их с посланником Божьим И упорно не хотят верить своим ушам и глазам А что самое главное Тому, о чем говорит Библия В то время, как в исламе В священном писании Коран Посланник прописан четко и однозначно Но, в принципе, так же, как и в Библии Только, в отличие от христиан Мусульмане его ждут Но только они никак не могут принять то А сейчас я говорю о преподавателях священного Корана С кем я уже законтактировал Во-первых, они не могут принять то Что это событие выпало на наше время И посланник законтактировал непосредственно с ними А что самое главное Они не могут смириться с тем Что посланник христианин А не мусульманин Та же картина происходит с видантами Но я не удивлен Так как Иисуса Христа распяли Как мы все прекрасно помним Именно поэтому Я еще раз повторяю то Что я рекомендую вам слушать данные каналы Только с одной целью Чтобы вы не попали на каналы Типа АЛЛАТРА или Созидательное общество Что есть проект Сатаны Чтобы вы слушали каналы Данные вам Господом Богом А не антихристом В избежании получения начертания зверя А в 2026 году Когда случится все то О чем Отец Небесный послал меня предупредить вас Я всех вас И слушающих И изучающих И преподающих Священное Писание Библия, Коран, Тора И ведическая литература Жду с нетерпением На моем канале Поэтому вот так, друзья мои Это все, о чем я вам хотел сказать сегодня Никаких НЛО не будет Поэтому все те, кто Опять же, все по вере вашей И дано вам будет по вере вашей Если вы очень хотите и жаждете инопланетян То, может быть, они к вам и придут Да, но это никак не будет касаться человечества Да, то есть и пропагандировать это Говорить об инопланетянах На каналах, которые, собственно Направлены на спасение И говорят об Иисусе Христе Я считаю, что это не есть правильно Особенно, когда несколько раз уже Ты обращаешься к людям И пытаешься достучаться И сказать, что Ну, ребят, какие инопланетяне-то Ну, в ответ я получаю только одно Что у людей нет времени смотреть то, что я делаю Да, и они продолжают идти в неправильном направлении Да, опять же, я не судья Господь Бог всем судья Я здесь для того, чтобы предупредить И возвестить о будущем О ближайшем будущем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Частью этого такого большого цирка Огромного цирка Друзья мои, спасибо за просмотр Пожалуйста, подпишитесь на мой канал Чтобы не пропустить ни одного видео Также я есть на платформе Routube и Dzen Делитесь моими уроками с братьями и сестрами Пожалуйста, информируйте у людей Потому что это очень важно Особая благодарность за ваше пожертвование Всем тем, кто жертвует Да благословит вас Отец Небесный Во имя Иисуса Христа В вашей книге уже будет эта запись Что вы сделали, а те поблагодарили Господа Бога за то, что кто-то сделал Вы понимаете, вот это и есть Духовный вклад Библия вся наоб этом Приобретайте себе друзей Богатством неправедным Чтобы они, когда обнищаете Приняли вас в вечные обители За каждое добровольное пожертвование Отец Небесный богословляет Для Бога нет ничего невозможного Настало время объединить наши усилия В этой финальной битве Армагеддон И я еще раз благодарю вас всех За вашу поддержку Но факт остается фактом Я пришел предупредить и готовить вас Ко времени великой скорби Божьих вам благословений во имя Иисуса Христа Аминь